Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. 20-й юбилейный. В Заречном отметили праздник, не имеющий аналогов в России. Ежегодный городской день поэзии. Такое количество членов Союза писателей на город в 60 тысяч человек. Ну я не знаю, где такая плотность еще есть. Смешные и находчивые. Победу в первом сезоне Зареченской лиги КВН одержала пензенская команда «Разные люди». Мы безумно рады. Я не знаю, у нас сейчас такой, знаете, ступор сейчас в голове. Мы не понимаем, что произошло. Мы выиграли первый сезон Зареченской лиги КВН. Это, я не знаю, это мега круто. Спасибо огромное вообще. На уровне мировых галерей. В музейно-выставочном комплексе производственного объединения «Старт» открылась выставка полотен Энди Уорхола, Роя Лихтенштейна, Бориса Зворыкина и Льва Бакста. Необычный, стиль необычный. Также он, ну, в своем каком, придумал свой стиль и писал в нем. И начнем с новости из мира большого спорта. Зареченский спортсмен Александр Харланов стал первым в истории города чемпионом мира по плаванию. Сегодня ночью в Канаде он в составе сборной страны стал победителем в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. В предварительном заплыве наша команда показала второе время, уступив несколько сотых секунды австралийцам. В финале россияне после второго этапа захватили лидерство и вели упорную борьбу за золото со сборной США. Александр Харланов плыл на третьем этапе. В бутерфляе он показал лучшее время среди участников финального заплыва. В результате россияне финишировали первыми. Вторыми приплыли американцы, но они были дважды дисквалифицированы. Поэтому серебро чемпионата мира на короткой воде досталось сборной Австралии. Бронза у японцев. По итогам чемпионата мира сборная России заняла третье место в неофициальном медальном зачете, завоевав 14 наград. 6 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых. И о кадровых назначениях в руководстве Заречного. Глава города Олег Климанов утвердил кандидатуру первого заместителя. Им стал Виктор Сергеев, ранее занимавший должность заместителя главы администрации, директора департамента финансов администрации города Сарова Нижегородской области. Виктору Вячеславовичу 52 года. Уроженец поселка Камыши Курской области. Окончил Харьковский авиационный институт имени Жуковского, Волговятскую академию государственной службы. Награжден нагрудными знаками госкорпорации «Росатом», академик Курчата в четвертой степени и за вклад в развитие атомной отрасли второй степени, медалями МЧС России за Содружество во имя спасения и 25 лет МЧС России. Виктор Сергеев работал инженером-программистом первой категории Всесоюзного НИИ экспериментальной физики, заместителем председателя правления Саров Бизнесбанка. Последние 11 лет занимал должность заместителя главы администрации, директора департамента финансов администрации города Сарова. В Заречном Виктор Сергеев будет курировать сферу экономики. Юбилейный 20-й городской день поэзии отметили в Заречном. Праздник открыли самые маленькие любители стихов. Во Дворце культуры «Современник» наградили лучших чтецов городского конкурса художественного слова «Мне строки душу согревают». В атмосферу поэзии окунулась Маргарита Кадацкая. А где-то в глубине России присела мама на порог и письма нежные, живые читает, что прислал сынок. Победитель сразу двух этапов городского конкурса художественного слова «Мне строки душу согревают» знает секрет успеха. Илья – опытный исполнитель, выработавший свой метод покорения зрительских сердец. Бояться никому не нужно, ничего нельзя бояться. Ты должен заранее сказать себе «У меня все получится, я смогу». И дальше нельзя показывать, насколько ты нервничаешь. И даже если ты чувствуешь, что ты спинаешься, тебе надо показать зрителю, как будто это была долгая пауза. То есть довольно скрыть улики. Стихотворение для конкурса юному чтецу помогало выбирать мама. Самому, как признается шестиклассник, пока не хватает литературных знаний. Прочитал бы первое попавшееся. Конкурс получился по-настоящему семейным. Родители не просто отыскивали стихи. Они создавали настоящие костюмированные номера. Семья Нестеровых пошла еще дальше. Мама Никиты, Дарья Нестерова, преподаватель фольклорного отделения детской школы искусств, даже вышла на сцену вместе с сыном, раскрасив творчество Николая Некрасова русским народным наигрышем. Я специально так с мамой старался, чтобы выиграть награждение. И так хочу, чтобы мне дали большое награждение, чтобы я выиграла второе место. Никита нам поставил такой ультиматум, что если он выучит, значит мы исполняем ему любое желание. Желание мы ему исполнили, стихотворение выучили за два часа. Какое желание было? Желание вначале было купить робота, но потом в магазине увидели машинку и купили машинку. В старшей возрастной категории конкурса зрители порадовали старшеклассники городских школ и студенты Зареченского технологического института. Но самые яркие участницы литературного состязания единодушно признали пенсионерку Валентину Серегину, тронувшую сердца членов жюри проникновенным размышлением у парадного подъезда Николая Некрасова. Кто-то крикал швейцару, гони, наш не любит оборванные черни и захлопанные двери. Постоял, развязали кашли и перегримы, но швейцар не пустил, скулный лепки не взял. Валентина Николаевна за свою долгую жизнь повидала очень много. Будучи не старше маленьких чтецов, с которыми сегодня вышла на одну сцену, она прошла через все ужасы Великой Отечественной войны. И любовь к литературе помогла выстоять в испытаниях, превратившись в главное дело жизни. Я и учитель начальных классов, и элитфак у меня, и в общем, с юности. А в 80 лет меня стукнуло по головке. Я сейчас кое-что пишу сама. Вы поэт? Ну, так. Начинайся. Да, до 100 лет долг еще. Вечером, уже в числе зареченских поэтов, Валентина Николаевна прочитала собственное стихотворение. Настоящее искусство не уходит вместе с гениями, чей земной путь так стремительно кончается. Поэзия пробуждает сердца, рождая новые таланты. А раз звезды зажигаются, значит, перефразируя классика, это нам все еще нужно. Маргарита Кадацкая, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный». Идея организовать на муниципальном уровне ежегодный праздник поэтического слова возникла, когда Литературное объединение «Радуга» готовилось отметить свой 35-летний юбилей. Идея участникам объединения понравилась, поддержали ее и в городской администрации. Так, «Заречный» стал единственным городом в России, где ежегодно проходит День поэзии. На юбилейном 20-м вечере побывала наша съемочная группа. Черных бровей повеление, и ты готова хоть куда. Женщина – это прозрение, женщина – это беда. Не только в любви к женщине признавались зареченские поэты со сцены Дворца культуры «Современник» 10 декабря. Говорили о родном городе, о событиях в стране, о предназначении каждого человека, пришедшего в этот мир. Человек для вечности лишь миг, но когда он в жизни суть постиг, эту жизнь талантом расцветил, значит, он не зря на свете жил. На 20-м юбилейном дне поэзии собратья Паперов вспоминали ушедших друзей, сами читали свои стихи и слушали их в исполнении детей, победивших в традиционном конкурсе чтецов. Уют нарушен госпитальный, в едва открытой форточке квадрат, с пике свалился в воробей нахальный, как серенький взъерошенный снаряд. Молодежь Заречного пока только открывает для себя удивительный мир творчества. А те, кто участвовал в создании литературного объединения «Радуга», радуются каждому юному дарованию, каждому, получившему звание члена Союза писателей России, а их, между прочим, уже 12, каждому новому изданию. Когда мы проводили первый вечер, мы издали одну книжечку коллективную. В 98-м году уже вышла еще одна книжка, хорошая очень книжка, а потом антология, а потом пошло, 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 и такое количество членов Союза писателей на город в 60 тысяч человек. Ну, я не знаю, где такая плотность еще есть. Творческие коллективы в этот вечер дарили юбилярам свои лучшие номера, а поклонники признавались в любви к поэзии. Нравится она мне. Конечно, сочинять я не умею, а так читаю стихи. Знакомые у меня Куленко, Кель знакомые, Иванов Виктор в нашем доме живет. Друзья поэты, они какие? Отличаются от других друзей? Отличаются. Ну, какие-то задумчивые. Я почти всех знаю, читала, ну, когда для журнала материалы готовлю, но вообще они замечательные. Традиции, заложенные радугой, развиваются и разрастаются в нашем городе, и отрадно, что этот праздник по-прежнему популярен и интересен для молодых граждан Заречного. Виват праздник, виват поэзия, виват Заречный. Ольга Орлова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Определился первый чемпион Зареченской лиги КВН. Финальная игра прошла на сцене ДК «Современник» при полном зале зрителей, которые пришли посмотреть на выступления пяти команд финалисток и на известного КВНщика, шоумена и по совместительству ведущего Зареченской лиги Максима Киселева. Первый финал Зареченской лиги КВН в репортаже Анны Литвиновой. Прогремел финал Зареченской лиги КВН. За главный приз и звание чемпиона сражались пять сильнейших команд сезона. Женская сборная Зареченского технологического института «Ассорти». Самые юные финалисты, будем знакомы, из лицея номер 230. И три пензенские команды. Сборная педагогов, разные люди и победитель полуфинала сборная ПГУ. Помимо выступления лучших КВНщиков для битком заполненного зрительного зала, еще одним сюрпризом стал приезд одного из лучших игроков высшей лиги КВН, капитана команды «Триот» и «Диот» и по совместительству редактора и ведущего финальной игры Зареченской лиги Максима Киселева. Громкие аплодисменты и смех публики сопровождали каждую удачную шутку команд, каких было очень много. Главная задача финалистов – удивлять, что они, собственно, и делали с первого появления на сцене. Одни примеряли новые образы, другие старались поразить публику костюмами и декорациями, а третьи прибегали к помощи известных людей Заречного. Девки в озере купаются, в школу не ходят, что же делают они? Они ныряют и там что-то находят. Финальная игра Зареченской лиги состояла из трех конкурсов – приветствия, биатлон и музыкальный фристайл. В каждом из них, по мнению жюри, самыми смешными были выступления команд «Разные люди» и сборная ПГУ. Ну, ребят, в честь наступающего Нового года решил выйти в костюм Деда Мороза. А что такой пузатый? А мне просто сестру оставить несколько. Стой, 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 стой. Буфет в той стороне, давай, родная. Она не родная. Ты что, дружище? Перед последним конкурсом разница в баллах между лидирующими командами составляла две десятых в пользу разных людей. И блестящее выступление с красивой финальной точкой в виде предложения руки и сердца одного из игроков заставило судей поставить максимальный балл за музыкальный фристайл. Тем самым признав победу команды «Разные люди», которая вместе со званием чемпиона получила денежный приз в размере 150 тысяч рублей. Мы безумно рады. Я не знаю, у нас сейчас такой, знаете, ступор сейчас в голове. Мы не понимаем, что произошло. Мы выиграли первый сезон Зареченской лиги КВН. Это, я не знаю, это мега круто. Спасибо огромное вообще. Вице-чемпионами первого сезона Зареченской лиги КВН стала сборная Пензенского госуниверситета. А третье место у зареченских девчонок из женской сборной Ассорти. Огромное спасибо всем участникам, всем ребятам. Они от всей души сегодня постарались. Я сидел, но местами плакал от радости, от юмора. Обожаю те финалы, которые, знаете, запоминаются. Сегодня было как минимум 2-3 момента, благодаря которым я этот финал буду помнить очень долго. И самое огромное, хотел бы сказать, слово благодарности этой командам, которые сделали первый сезон и первый финал Зареченской лиги очень ярким. И не было ни одного зрителя, который покидал бы наш сегодня зрительный зал в плохом настроении. В общем, настроение очень позитивное, положительное. Много смеха, много криков. Компания очень веселая сидела рядом, они задавали тон всему залу. Рядом с нами так кричали, что мне кажется, на одно ухо я точно оглохла. Хотелось, конечно, чтобы выиграл наш город, но увы и ах. Приятно очень наблюдать, что наши зареченские команды действительно за сезон растут. Так смеялась, очень болят даже чеки. Это был лишь первый сезон Зареченской лиги КВН. Поэтому у наших команд есть еще все шансы на победу в новом КВНовском году. Анна Литвинова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Увлекательным квестом открылся в Заречном городской патриотический конкурс под Георгиевским стягом. В честь Дня памяти святого великомученика Георгия Победоносца и Дня Героев Отечества зареченские школьники приняли участие в развлекательно-познавательной игре, рассказывает Ксения Тризна. Злобный дракон захватил в плен царскую дочь Забаву и держит в страхе мирных жителей. Справиться с чудовищем могут только дети. Такова легенда патриотического квеста, в котором приняли участие зареченские школьники. Посвящено Дню памяти святого Георгия Победоносца, покровителя русского воинства и Дню Героев Отечества, который у нас уже много лет отмечается в России. Ребятам необходимо будет доказать свою удаль молодецкую, сплоченность, выносливость. Мы уверены, что каждый с достоинством выйдет в финал. Квест прошел в окрестностях часовни святого Георгия Победоносца. Участникам предстояло преодолеть восемь этапов. Мы хотим поиграть, повеселиться. Мы пришли на квест, который будет выполняться на горках. То есть мы будем кататься на ледянках, выполнять задания. Зачем пришли на этот квест, чего ждете от него? Мы победу своей команды. Победа, конечно, чтобы мы победили и чтобы наш школу познали лучший. Залог успеха – работа в команде. На многих этапах детям пригодилось умение правильно распределять свои силы. Навыки сотрудничества. Быстрее, поехали! Лег, помимо, что садись! Давай, 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 давай! Все, стоп, за следующее! Во время квеста ребятам нужно было продемонстрировать силу, ловкость, выносливость, меткость и точность. Не со всеми заданиями удалось справиться сразу. Там надо было брать мячики и бросать в мешочек. А чем это сложно? Ну, там надо попасть. Кроме этого, дети продемонстрировали и свою эрудицию. На одном из этапов им пришлось ответить на вопросы по истории России. Этот квест – второй в годичном цикле мероприятий. В первый раз такие соревнования прошли в мае. Следующие квесты состоятся в феврале и апреле 2017 года. Организаторы планируют при помощи участников этих игр сформировать колонну, которая пройдет по главной городской площади в Параде Победы 9 мая. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». Совсем скоро в детских садах и школах начнутся новогодние утренники. Дети всегда с особенным трепетом ждут самый главный праздник зимы. На Новый год ребятня любят наряжаться. Зайчики, лисички, медведи, снежинки, петрушки. Костюмы родители, как правило, приобретают заранее. Кто-то шьет, кто-то покупает, а кому-то наряд переходит по наследству. Общественная организация «Мамы» предлагает зареченцам сэкономить на приобретении новогодних костюмов. Многодетные семьи проводят ярмарку, участие в которой могут принять все. Мы решили сделать такую городскую акцию масштабную для того, чтобы люди принесли свои костюмы, обменяли семьи, отдали даром или купили. То есть можно их покупать и продавать. Акция состоится 13 декабря, во вторник, ДК «Современник» с 18.00 в фойе. Мы приглашаем всех принять в ней участие. Можно принести костюмы, отдать их насовсем. Можно обменяться с кем-то костюмами на время новогодних праздников. Стартовало голосование в конкурсе «Снегурочка-2017». Обладатель звания «Народное» определят посетители портала городзет.инфо. На сайте уже появились фотографии и новогодние обращения участниц конкурса. О том, как поддержать претенденток, расскажет Наталья Елистратова. У нашего Деда Мороза будет самая красивая «Снегурочка». Внучку главному зимнему волшебнику выберут зареченцы. А пока претендентки на эту должность проходят серьезную подготовку к конкурсу. У нас 12 «Снегурочек» принимают активное участие. Мы уже репетируем вовсю. Уже отрепетировали практически танец. Хореограф нам ставит постановку. Еще, конечно, у нас много предстоит работы. Каждый день мы встречаемся. Сегодня будем репетировать дефиле. Жюри определит лучшую «Снегурочку» на празднике зажжения новогодних огней в Центральном парке 20 декабря. А вот горожане уже сейчас могут выбрать внучку для Деда Мороза. На портале городзет.инфо стартовало народное голосование за конкурсанток. Народ заходит, активно голосует, поддерживает участниц. Сейчас сказать, какая лидирует девушка, совершенно невозможно, потому что в один момент времени одна, и буквально через час совершенно уже другая. Чтобы проголосовать за участницу конкурса, необходимо войти на сайт городзет.инфо и используя свой аккаунт в социальной сети ВКонтакте или Одноклассники. То есть вы заходите на сайт и ищите строчку «Вход на сайт». Нажимайте туда, и там будет все понятно. Народное голосование на портале городзет.инфо завершится в 10 часов утра 20 декабря. Девушка, которая наберет наибольшее количество лайков и станет Народной Снегурочкой 2017. Церемония награждения состоится 20 декабря в Центральном парке Заречного на празднике зажжения новогодних огней. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Уникальной выставкой живописных полотен художников с мировым именем открылась в музейно-выставочном комплексе производственного объединения «Старт». Ирина Стешко, частный коллекционер из Германии, привезла в «Заречной» картины Бориса Зворыкина, Льва Бакста, Энди Орхола и Роя Лихтенштейна. Проект «Арт-контраст», в рамках которого горожане смогут познакомиться с работами четырех всемирно известных авторов, реализован при поддержке руководства и профсоюзного комитета городообразующего предприятия «Заречного». С вернисажа репортаж Ксении Тризны. Увидеть полотна этих художников в одном зале можно редко. Реалист, приверженец русской темы в искусстве Борис Зворыкин. Разноплановый и многогранный, работавший в любых форматах, от книжных иллюстраций до театральных декораций Лев Бакст. Отец поп-арта, превративший обыденность в искусство Энди Орхол. Его последователь, черпавший вдохновение в рекламе и комиксах, Рой Лихтенштейн. С творчеством всех этих мастеров можно познакомиться в маркетинговыставочном комплексе производственного объединения «Старт». Церемония открытия выставки началась с краткой лекции о четырех художниках, чтобы зрители могли сориентироваться в творческом многообразии. Так как экспозицию открывают работы русского иллюстратора и орнаменталиста Бориса Зворыкина, гостей выставки сначала познакомили с его биографией. Работал он после окончания московского училища живописи воянеизучества для нескольких издательств, как говорят лучших издательств того времени. Иллюстрировал он как раз преимущественно произведения, которые подходили под его главную тему творчества, вот эту самую русскую тему. Им были проиллюстрированы русские сказки, сказки Пушкина, «Золотой петушок». Это один из самых известных его циклов. Работ Бориса Зворыкина очень мало даже на просторах интернета. А на выставке можно увидеть подлинники его и не только картин. Этой возможностью воспользовались воспитанники художественного отделения детской школы искусств. Я нашла в интернете и видела картину Бакста, и мне понравилось. Я подумала, может быть, если видеть в оригинале, будет еще лучше. И поэтому решила прийти. Лев Бакст много и плодотворно сотрудничал с Сергеем Дягилевым. Оформлял его постановки от декораций до костюмов. Одна из отличительных черт эскизов Бакста – персонажи показаны в движении, здесь нет застывших манекенов. На выставке есть и работы западных художников. Энди Уорхол превратил обычную банку консервированного супа в сюжет для картины. Он считал, что искусство должно быть доступным каждому, поэтому постоянно тиражировал и повторял свои идеи в разных вариантах. Еще один представитель поп-арта, Рой Лихтенштейн, долго не мог определиться со стилем, а потом нашел источник вдохновения в рекламных плакатах и комиксах. На его картинах зритель может в буквальном смысле прочесть мысли персонажей. Они написаны здесь же, в специальных облачках. Мне кажется, комиксы лучше всего. Они такие детские, интересные. Мне кажется, и детям, и взрослым будут смотреть интересные эти комиксы. Я не знала о некоторых художниках, в частности о Лихтенштейне, а вот его работы, конечно, производят впечатление, потому что они для массового зрителя. То есть они понятны, но сама техника очень интересная. Выставка четырех художников будет работать вплоть до новогодних праздников. Посетить ее может любой желающий. Вход свободный. Ксения Тризна, Сергей Путинцев, телерадио, компания «Заречный». Зареченская театральная студия «Орликин» впервые приняла участие в престижном международном фестивале студенческих театров «Театральный Куфор» в Минске. В столице Беларуси «Орликин» выступал на одной сцене с 22 взрослыми и детскими театрами. Из Израиля, Великобритании, Грузии, Китая, Латвии, Литвы, Марокко, Польша, России, Белоруссии, Турции, Узбекистана и Сербии. Программа была разнообразна и насыщена. Спектакли, мастер-классы, открытый дискуссионный клуб, проект «Куфор ин Мошен» – постановка мини-спектакля в течение недели, «Нок». Своими впечатлениями от участия в фестивале, на который «Орликиновцы» стремились 8 лет, юные актеры поделились с Ксенией Тризной. Зареченская постановка на Минской сцене. Воспитанники детской театральной студии «Орликин» приняли участие в международном фестивале «Театральный Куфор» в Белоруссии. Попасть туда «Орликиновцы» пытались давно. Мы где-то 8 лет подавали туда заявки, видеоматериалы разных спектаклей, и высылали, но никак не могли попасть, потому что специфика фестиваля больше относится к студенческим театральным коллективам. А мы к этому немножечко не имеем отношения. В этом году на фестивале наконец появилась номинация «Детские театры». Зареченцы представили на суд жюри спектакль по рассказу Антона Чехова «Каштанка». Понравилось находиться на этой минской сцене. Она очень была удобной, комфортной, и чувствовалась себя так свободно. И мне понравилось то, что зритель там очень культурный. К «Каштанку» фестивальная публика приняла тепло. К незнакомой сцене юные актеры адаптировались без репетиций и прогонов. Просто внимательно смотрели спектакль другого коллектива. От нашего зрительного зала отличается он сильно. Не так много выходов и входов в зрительный зал. Но у нас все хорошо было. Все поняли и сообразили. На театральный фестиваль в Минск приехали коллективы из разных стран. Были даже участники из Израиля, Марокко и Китая. Орликиновцы постарались посетить как можно больше спектаклей. Студенческие театры очень отличаются от обычных, потому что там главное сыграть спектакль, а не как-то его самому прочувствовать. Просто сделали спектакль и все. Актеры играли спектакли на разных языках. Некоторые постановки шли с английскими субтитрами. Но, несмотря на трудности перевода, зареченцам удалось понять суть происходящего. Языковые барьеры рушились и во время неформального общения. Мы в первый же день завели общение с марокканцами, которые разговаривали на английском. Не всегда мы их понимали. Редко. Да, редко. Но? Но. Понимали. Ну, как-то понимали. Общались под конец. Мы уже почти со всеми общались. Самое главное – с теми, кто вообще не разговаривает на русском. Орликиновцы вернулись в Заречный и с новыми силами приступили к занятиям и репетициям. 2016 год для нас был достаточно успешным. Много было интересных поездок. Сейчас надо как-то это все переварить, успокоиться, набраться новых сил и новых творческих идей. Эти идеи лягут в основу новых спектаклей Орликина, которые студийцы непременно покажут нашим зрителям. Ксения Тризна, Сергей Путинцев, телерадио, компания «Заречный». 13 декабря в Заречном завершится второй тур 16-го первенства детско-юношеской баскетбольной лиги. В российских соревнованиях вместе с нашим союзом участвуют команды из Новосибирска, Тюмени, Екатеринбурга и Владивостока. 12 декабря у наших спортсменов день отдыха. О том, с какими результатами подходят зареченские баскетболисты к завершению первенства, расскажет Ксения Тризна. Зареченец Даниил Подрубилин в матче против «Уралмаша» из Екатеринбурга стал самым результативным игроком в своей команде. Он принес «Союзу» из «Юсшор» 13 очков из 48 заработанных. «Уралмаш» был первым соперником наших спортсменов в рамках второго тура 16-го первенства детско-юношеской баскетбольной лиги. Счет в матче открыли зареченцы, но и гости в долгу не остались и начали проводить результативные атаки. Первый четверть завершилась со счетом 19-14 в пользу «Уралмаша». В начале второго игрового отрезка соперники пошли в отрыв, заработали 14 очков. После этого им нужно было только наращивать преимущество. На большой перерыв команды ушли со счетом 42-24, впереди «Уралмаш». Слишком короткой скамейкой мы не могли делать равноценные замены, поэтому у нас были провалы, особенно в начале второй четверти. Тяжело играть в защите, много давали бросать, мало защищались. В атаке, я думаю, надо было побольше гонять мяч через игроков. Во второй половине матча противник продолжал увеличивать разрыв. Догнать «Уралмаш» зареченцам так и не удалось. В следующих матчах с Тюменским Рубином и Спартаком Приморье из Владивостока наша команда одержала победу. 13 декабря зареченцы поборются за второе место с командой из Новосибирска. Матч пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лесной». Начало в 18 часов. В спортивно-культурном комплексе «Союз» продолжаются игры Кубка любительской хоккейной лиги «Заречного». Очередной матч провели команды «Спортзона» и «Вымпел». Счет открыла сборная войсковой части 34-73. На второй минуте игры Александр Гоголев забил первый гол в ворота «Спортзоны». Через три минуты нападающий «Вымпел» делает дубль. «Спортзоне» ответить не удалось, и первый период заканчивается со счетом 2-0. Во втором периоде Валерий Котиков с передачей Сергея Логинова увеличивает преимущество «Вымпела» до трех шайб. Четвертый гол в ворота «Спортзоны» забивает Дмитрий Хомяков, точно реализовав пас Михаила Ткаченко. Первую ответную шайбу «Вымпелу» забил Дмитрий Варежников в тот момент, когда «Спортзона» играла в меньшинстве. Еще один гол на счету Дениса Климанова. Итог второго периода 4-2 в пользу «Вымпела». Третья 20-минутка началась с хит-трика Александра Гоголева. Нападающий «Вымпела» упрочил положение своей команды 5-2. На 44-й минуте матча «Спортзона» снимает вратаря и с шестым полевым игроком забивает третью шайбу. Автором стал Дмитрий Варежников. Но решающего значения этот гол уже не имел. 5-3 победа команды «Вымпел» в войсковой части 34-73. Еще один матч «Спортзона» провела в рамках регионального отборочного этапа 6-го Всероссийского фестиваля ночной хоккейной лиги с командой «Сенсор». Первый период сборной откатали в ничью. Ни одна из атак не увенчалась успехом, хотя опасных моментов у ворот обоих голкиперов было немало. Хороший шанс появился у «Спортзоны» после удаления игрока «Сенсора», но реализовать численное преимущество не удалось. Счет в матче был открыт на 36-й минуте игры. Нападающий «Сенсора» Михаил Саразов, преодолев оборону «Спортзоны», забил первую шайбу. Через две минуты Андрей Назаров сравнял счет 1-1. В конце второго периода «Саразов» вновь вывел «Сенсор» вперед, забив свою вторую шайбу в матче. На четвертой минуте третьего периода нападающий «Спортзоны» Павел Морозов с подачей Михаила Виноградова сравнял счет 2-2. Переломить ход игры лидеру «Зареченского» этапа ночной хоккейной лиги удалось лишь в конце матча. Валерий Ряшин вывел «Сенсор» вперед на 52-й минуте игры. Успех закрепил Алексей Абдулин, забив четвертую шайбу в ворота «Спортзоны» за 6 минут до финальной сирены. Итог матча 4-2 в пользу «Сенсора». И это все, о чем мы успеем рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи на канале «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Норковая шуба по цене чашки кофе в день – это просто! В рассрочку на 3 года без комиссии и переплат. Дом кожи и меха «Лала-Антилоп». Улица Московская, 102-й этаж. Купить или продать квартиру, узнать подробности о компании-застройщике или найти подходящий вариант – можно в одном месте. Зайди на «Город Зет». Сотни предложений, вторичное жилье и квартиры в новостройках. Добавь свое объявление совершенно бесплатно. Решить квартирный вопрос просто. Просто зайди на «Город Зет». Редактор субтитров А.Семкин Спецуправление Федеральной противопожарной службы номер 22 МЧС России предупреждает. Большинство пожаров в жилых домах возникают по вине нетрезвых курильщиков. Курение в постели смертельно опасно. Маленькая сигарета – большая беда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова